В течение двух дней сотрудники ГИБДД проверяли, как зареченские водители перевозят детей в автомобили. Большинство мам и пап соблюдают правила и устанавливают в автомобиле специальные детские кресла. Нужно выполнять обязательно, и не просто так, а для безопасности ребенка в первую очередь. Как только у нас родился, у нас и люлька была детская, сейчас мы поменяли кресло на более сидячее, а в дальнейшем будем, конечно, по возрасту сидений приобретать. По правилам дорожного движения до 12-летнего возраста ребенок в автомобиле должен быть пристегнут и находиться в специальном кресле. Для младенцев это автолюлька, для тех, кто постарше автокресла. Кроме этого, для безопасности перевозки детей старше трех лет можно использовать бустер или удерживающее устройство для регулировки ремня. Наиболее безопасное место в машине это заднее сидение, хотя на переднем пассажирском тоже разрешено перевозить ребенка. Эти правила сотрудники госавтоинспекции напоминают и участникам дорожного движения во время рейдов, и рассказывают детям на встречах, которые организуют в образовательных учреждениях города. Буквально в конце учебного года общалась с детьми, и вот одна девочка встала и говорит, а мне папа сказал, что он мне купит кресло, когда я подрасту. А что я ему ответила? Что когда подрастешь, будет уже поздно. И потом буквально через какое-то время она подбегает, выслушав перед этим лекцию, что нужно, для чего и почему, и сказала, что папа ей все-таки наконец-то купил. За нарушение правил перевозки детей предусмотрена административная ответственность. Сумма штрафа составляет 3000 рублей. Во время рейда сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности четырех водителей, которые пренебрегли правилам дорожного движения, а самое главное – здоровьем своих детей. Дмитрий Балясников, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».